Всем добрый день! Меня зовут Валерия. Сегодняшнее видео про здоровье. Сегодня мы с вами снова поговорим о том, о чем молчат провизоры, фармацевты, и о чем, к сожалению, молчат очень многие врачи. И сегодняшнее видео будет интересно и полезно тем, кто старше 40 лет. Рекомендую вам досмотреть это видео для конца. Итак, возможно, вы в своей жизни уже сталкивались с такой проблемой. Вы, например, используете аптечные мази для лечения боли и воспаления в коленях, ну, например, артрит, артроз у вас или ревматизм. Возможно, вы используете аптечную мазь для устранения боли и воспаления в шее, например, при шейном остеохондрозе, или просто мажете поясницу. Причем не важно, что у вас там, радикулиты, шас, люмбага, прострел. Ну, то есть, в общем-то, вы вынуждены использовать какую-то аптечную мазь для того, чтобы убрать боль в пояснице. А, возможно, вы были где-то на даче, потянули свою руку или ушибли там какие-то мышцы, рука, нога, неважно, и тоже используете противовоспалительную и обезболивающую мазь. То есть, таблетки вы не принимаете, вы просто мажете колено свою, шею, поясницу, или вместо ушиба какой-то мазью. И при этом вы начинаете себя плохо чувствовать. У вас вдруг ни с того, ни с чего. Начинаются проблемы с давлением, то есть, у вас начинает повышаться давление. Мы обычно это все списываем на природу, на погоду, на усталость. Или же у вас вдруг начинается изжога, тошнота, расстройство стула. Но некоторые люди имеют все шансы, а, возможно, и вы уже заработали себе язву желудка или 12-перстной кишки. Возможно, у вас появились проблемы с почками. Возможно, вы заметили какие-то аллергические реакции необоснованные. Или же у вас стойкая гипертония. Да при этом вы еще можете заметить, что у вас стали появляться отеки. Но опять-таки мы всегда находим кучу причин. Находилась, устала, натрудилась и вообще варикоз и так далее и тому подобное. А на самом деле все это зависит от того, какой мазью вы пользуетесь. Но для начала немного статистики, коль мы с вами затронули такую тему, как колени, спина, шея. И почему я сказала изначально, что рекомендую это видео досмотреть до конца тем, кто старше 40 лет. Так вот, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, практически каждый из нас за свою жизнь чувствовал на себе, что такое боли от ушибов, от растяжений. После того, как мы с вами поносили, например, тяжести. Но есть четкие научные данные, что 30% населения испытывают боли в суставах. То есть фактически каждая третья женщина, ну или в принципе мужчина, испытывает боли в суставах. А после 40 лет 50% людей уже имеют не просто, испытывают какие-то боли, а имеют именно проблемы в суставах. А после 70 лет 90% населения имеют проблемы. И как ни крути, каждый второй будет обращаться с этой проблемой к кому? Либо к провизору, либо к врачу. Вот мы возвращаемся к нашей теме. О чем молчат провизоры и о чем молчат некоторые врачи. Итак, когда у нас с вами есть боль в шее, в суставах, где-то мы с вами потянули, растянули что-то, мы с вами обычно идем не к врачу, а идем к провизору. Приходим в аптеку и говорим, что у нас с вами болит там спина, болит поясница, болит колени и просим дать нам какую-то, продать нам какую-то мазь. И вот здесь как раз таки нам чаще всего продают самые доступные, самые распространенные мази, противовоспалительные и обезболивающие мази, которые содержат в своем составе нестероидные противовоспалительные средства или препараты. Так называемые НПВС или НПВП, то есть это не гормональные мази. И они настолько популярны, что вы в принципе можете даже вспомнить рекламу, то Вольторен, то Долорен, то Деклак, то еще какую-то мазь, например, Найс. В общем-то эти мази очень популярны, их очень большое количество, в зависимости от того, какой активный ингредиент входит в состав той или иной мази, можно увидеть или в аптеке купить целый перечень. Ну, например, Деклофенак, куча мазей, так и называется Деклофенак, Вольторен, Артофен, Декловид, Деклак. Например, мази с ибупрофеном, тоже так и называется, ибупрофеновая мазь или Далгит, Норофен. Есть мази, которые содержат немисулит, например, мазь Найс. Есть мази с кетопрофеном, это ифастом, икетарол, икетарал. Есть мази с эндомитоцином, тот же самый мазь эндомитоцин или эндавазин. И есть мази с пероксикамом, например, феналгель. Ну, то есть, скажите, на слуху очень много таких мазей. Так вот, мы с вами приходим в аптеку, объясняем, что у нас с вами болит, и провизор нам обычно продает мазь либо подороже, либо подешевле, в зависимости от нашего кошелька. Но согласитесь, когда вы приходили в аптеку, вряд ли вас провизор спрашивал, чем вы болеете, какие у вас на данный момент есть проблемы вообще с организмом в целом. Ну, а поскольку мы после 40 лет, ну, большинство все-таки начинает уже впервые испытывать колебания с артериальным давлением, то вряд ли провизор вас спросит, а какое у вас артериальное давление, страдаете ли вы гипертонией. И, в общем-то, его задача решить вашу проблему, помочь вам убрать боли воспаления сустава и продать вам хорошую какую-нибудь мазь с нестероидными противовоспалительными веществами. И вот получается ситуация, что мы с вами что-то будем лечить, а что-то будем калечить. И, в принципе, мы будем калечить весь свой организм в целом. В оправдании фармацевтов следует, конечно, сказать, что мази действуют не так на наш организм, как таблетки. Считается, что у мази местное действие. То есть считается, что мазь – это просто и относительно безопасно. Ну, сразу подчеркну слово «относительно». Считается, что мази имеют слабовыраженное системное действие. Ну, то есть, в принципе, считается, что мазь воздействует на наш больной орган, например, на колено, только вот в области колена. А вот если бы мы с вами принимали таблетки внутрь, то было бы воздействие не только на колено, но и на весь организм. Также считается, что высокая концентрация активных веществ в мази способствует хорошему излечению. Даже гораздо лучше, чем таблетки. Ну, и, в принципе, у мази иногда сразу несколько компонентов, которые усиливают действие друг друга. И, между прочим, фармацевт вам может предложить сразу несколько форм мази. Может быть мазь, а может быть гель. Так вот, гели обладают более лучшими свойствами, обезболивающими и противовоспалительными, поскольку лучше проникают вглубь нашей кожи. Конечно, мы же с вами должны прочитать инструкцию перед тем, как мы с вами будем использовать мазь. Но давайте разберемся. Вот часто и густо мы с вами покупаем какое-то аптечное средство. Приходим домой, начинаем читать инструкцию, понимаем, о ужас, этот препарат не для нас. У нас есть целый ряд противопоказаний. А принести обратно в аптеку и сдать это аптечное средство мы уже, к сожалению, не можем. Так вот, желательно вам сразу в аптеке попросить провизора прочитать вам инструкцию или проконсультировать. И тогда вам фармацевт скажет, что все мази, вот эти самые нестероидные, противовоспалительные, которые нам рекомендуют для устранения боли в коленях, в шее, в пояснице, во-первых, наносятся только на неповрежденные участки. То есть, наша кожа должна быть целой, без ран и без садик. Нельзя нам наносить нашу с вами мазь под всевозможные пленки, под всевозможные повязки. А очень часто мы с вами традиционно, чтобы снять быстрый боль в колене, мажем мазь, да еще разогревающую, да еще сверху любимую клееночку, кулечек, какой-то согревающий компресс. А мы с вами можем вызвать ожог. Поэтому нас фармацевт должен предупредить. И обязательно нам должен сказать, что нельзя сочетать вот такие разогревающие мази, например, с грелками или с бинтованием. Но самое главное, фармацевт нас должен предупредить. При нанесении мази и гелия, содержащих вот эти самые вещества на большие участки или длительно их применять нельзя, так как могут возникать побочные эффекты, характерные для перорального применения соответствующих препаратов. То есть, что я сейчас сказала. Если вы длительно применяете эти мази, и если объем, на который вы наносите, достаточно большой, например, у вас болят суставы, и вы наносите противовоспалительные эти самые нестероидные мази, например, на колени, на лодыжки, на локте, на шею и на поясницу, то у вас есть все риски получить вот эти самые побочные эффекты, да не просто риски, а вы можете заработать все эти самые побочные эффекты, так же, как если бы вы принимали таблетки. Долго и на большие участки нашего тела применять нестероидные противовоспалительные мази нельзя. Вы точно так же можете от мази заработать и язву желудка, и 12-перстной кишки, и повышенное давление, и отеки, и аллергические реакции, и проблемы с почками. И вот об этом именно молчат очень многие провизоры, и, к сожалению, молчат очень многие врачи. И самое для нас ужасное, что если мы с вами берем инструкцию, то в инструкции не написано, сколько же мы с вами должны или можем использовать ту или иную мазь. Чаще всего прописывается, что лечение назначает вам именно лечащий врач. И провизор, к сожалению, не может вам точно сказать, сколько вам и как нужно применять эту мазь. А обычно мы с вами покупаем и мажемся кто два раза в день, кто три раза в день, кто-то мажется пять дней, кто-то неделю, а кто-то и месяцами. Поэтому не удивляйтесь, что у вас начинаются какие-то проблемы со здоровьем. Ну и теперь вы вправе сказать, а что же нам делать в таком случае? Да, вот все-таки есть проблема, и тем более мы с возрастом не молодеем. Суставы у нас, скорее всего, будут все поражаться, поражаться, и, скорее всего, болеть и болеть. Что же нам в такой ситуации делать? Так вот, если у вас все-таки появились проблемы с суставами, то лучше их лечением заниматься не самостоятельно и не подбирать для себя мазь вместе с провизором, а все-таки, чтобы вашим лечением занимался врач. Именно он вам подберет наиболее подходящую мазь с нестероидными противовоспалительными средствами с учетом вашего здоровья. То есть, что у вас сейчас со стороны желудка, какое у вас давление, если у вас проблемы с почками. Именно он может вам назначить оптимальный курс лечения, то есть, сколько вы будете лечиться этой мазью. И именно он может вам подсказать, как и чем можно будет заменить эту мазь, если будет необходимость сделать перерыв в таком лечении. Ну, а в аптеке можно купить и другие мази, которые не содержат вот этих самых нестероидных противовоспалительных веществ, которые безопасны и можно применять относительно длительно. Например, та же самая мазь Гейвкамен, которая на растительных экстрактах и маслах. Или, например, скипидарная мазь, но в конце концов тот же самый Менавазин или Менавазан. Мази с пчелиным ядом или со змеиным ядом. Ну, то есть, смотрите, всегда можно откорректировать лечение и всегда можно помочь своему организму без вот этих самых побочных эффектов. Если у вас нет возможности пойти к врачу, подобрать вместе с ним мазь, главное, чтобы вы в аптеке попросили фармацевта, провизора, вам рассказать про все побочные эффекты, вам, чтобы он посоветовал, как правильно применять эту мазь в зависимости от инструкции. И помнить, что долго применять мази с нестероидными противовоспалительными средствами нельзя, равно как и мазать одномоментно долго очень большие участки нашего тела. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду эту информацию. Будьте здоровы!